а я не знаю конечно же александр милиция больше чем у нас но и так одно отделение а может ли не одно отделение а другое не будет знать пока батарея работает поснимаем а он на танцы да я я посмотрю а с праздником надо белые полоски порвать так и как не пустили и чем они обосновали это сказали не соответствует праве и не пустили с этим флагом да да красивый конец что их не устраиваешь я не знал что надо с флагами мы с определенными какими молодец это это да 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 ну народа немного немного да 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 я думаю что успею вот внутрь заходить не буду по своим личным соображениям поэтому я буду здесь рядышком но внутрь заходить не стану да 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 это вот те они сейчас упают ой ой подождите подождите я иди подождите праздник первое мая опа все вычислили шунявку больше четырех сантиметров а вот ты какой да там уже написано а сегодня сейчас пары чего-то плохо проверяют не слишком медленно проверяют подойдите милиции попрошу вас убедительно ускорьте по верху и пропуск на почте зря бросили и вот и я не веду и может и и что вы об их думаете об об я знаю что они такие же несчастные как им скалечили жизнь молодости поэтому они не знают что это было хорошо что такое плохо я вне политики я не знаю кто вы Как служуковский журналист-фрилансер, вздымают для оппозиционных пытаний. Нет, это ваша должность. А я же не знаю, что у вас под черепной коробкой. Как я пытаюсь, так вот как вы это пытаетесь. Для чего вы здесь участвуете? Может вы хотите выстрелиться? Меня не пустили. Я освещаю, я в журналист. По любому власти, я думаю, что если бы мы с вами пришли до улады, то было лучше. Вот это говбой не было. Эти бычки тут не быковали, так? Я думаю, у вас сумление трохи больше. Нельзя, да. Согласно пункту 10, параграфа 131, части прима. Параграф 22. Ну, видишь, сказали, я спросил, мне сказали, можно снимать. А кто здесь самый главный, чтобы я спросил на всякий случай, чтобы меня не закрыли? Самое главное, со стороны общественности, я заявитель. Можно мне снимать? Скажите, а разрешение дано? Ну, опять, со стороны надо спрашивать. А разрешение дано? Что можно, что не можно. Это санкционировано? Ничего санкционировано. А есть документ? Кого? Ну, что у нас санкционировано. А Макс, аж когда Максима Филипова еще судили, они говорят. А что смерть этого? Ну, все, Витьку только что задержали, Рубцова. Да ты что? Андрея Макарова. Они есть в отделении. Витя к нам ехал. Блин. Жесть. Вот так. Юра, очередь выступления расписана вообще? Ну, конечно, да. Ну, конечно, да. Юра, очередь выступления расписана. вот этот парень опять появился вот если видно на камере вот с фотоаппаратом вот этот парень был на чернобыльском шляхе да 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 снова он здесь говорит для себя фотографирует то есть цели непонятные ну в общем какой-то он такой парень вот он снова снова он ну что за скажешь как тебе наш город пока поверхностные но солнышко причем больше праздника посмотрим дальше ждем данного зарегистрировал только сколько зарегистрирована символика не расскажите растяжки не дают поэтому здравствуйте 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 как ваше здоровье борется с бандитами клюшка молодец бабушка молодец акционерами приходите на сама журналистка марле и они настрапали дела и выставили с 28 квартиру там Гончарова живите они другую фамилию выставили из первого подъезда а я живу из 58 года в районе без жук и жаба и даже те что меняют и их рассказывают то живее бабка с уважением относятся я там с магазина буду вместе я не бачу тяжело мне пакетик я не домой даже занесу я иду говорю пошли на журналистку говорю у нас я нас ребенка мы с мужем говорю у нас такой фамилии нету даже в дворе такой фамилии я все знаю да молодец она мне нравится а она говорит я говорю пошли к первому подъезду к этой женщине звонили звонили девчатка уйди сюда он подходит он меня уважает я говорю слушай за это что ты на страпов дело граде всякой я сейчас пару плюшкой с одной стороны на другую там а он говорит я в чем дело я ему рассказали мы рассказали и журналисту это сказали все он тогда знаешь что говорит я это самое вы знаете что идите в областную миссию хорошая хорошая молодец молодец дружица 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 зеленые оргкомитет белорусского социального движения вместе разом сразу предложил извинения за вот эти технические трудности которые возникли поверьте не по вине организаторов и прежде всего я объявляю наш митинг открыты пожалуйста проходите на площадку кто успевает кто пока стоит за пределами я надеюсь что сотрудники правоохранительных органов ускорят процедуру пропуска и досмотра дружица а я вас хочу дорогие друзья повторяюсь с праздником первым мая международным другом на левоманской трудящимке спасибо это ваш праздник это праздник это праздник у всех я вас витаю тебя еще не подстрелили? не я раненько с дома вышел тут надо те раненькие тебе на такси ехать я в 5 утра вышел Нет, такая унизительная процедура, с двух боков обклали сопроводственников милиции, все площадь, так? Ну, людей просто немало ожидания таких мероприятий, чтобы дойти, они просто ухажаются. С одного боку дозурили, с другого боку, таких контрольных, таких контрольных. Просто много кто не хочет заходить, проходить унизительную процедуру. Тот, кто громко кричит, сегодня не ругался. Хоть что-то сказать, надо конфету съесть. Рад, на то высоко львово. Да, дочка с матерью в магазине, мама нам взяла какой-то набор продуктов, дочка стоит с пачкой шоу-то, не учтела, ну, как бы мама не посчитала. Я считаю, что все, у мамы денег не грозило. Русское отношение к дитям. Жесткие динародные условия. Прикод, накладный, недошимов, готовились, которые спорят пациента, вы знаете, кто и висотекает отношение между пациентом и врачами. Получение коммунального потужения, замораживание заработной платы, спикпензий, пенсии и так далее. Пошли туда пройдемся. Ну, сзади них. Поехали. Поехали. У меня есть. Машина невральная. Погоня наклеена. Эта группа разработчиков же сильно подставила. Если уж и у вас. Потому что один из протестов, которые развернулись этой земной весной против этого антинародного декрета, Беларусь не знала очень-очень давно. И, возможно, благодаря этим протестам мы с вами здесь сегодня собрались. Пускай не совсем удобно для всех условий, но, тем не менее, нам дали разрешение на проведение этого легального митинга. К сожалению, вот в таком формате. Сколько нам несколько. Но это тоже хорошо. И благодаря массовым народным протестам декрет на сегодня приостановлен. Но он не отменен. Он в любой момент может снова быть возвращен в жизнь. Его основная задача это заставить тех, кто сегодня работает согласиться на любые условия работодателя. Согласиться на самую копеечную зарплату. быть послушным и безрепотным. Для того, чтобы с нашего труда они могли получать большую прибыль, большую прибыль, большую прибыль в своих интересах. И очень важно, чтобы мы дальше продолжали отстаивать свои права. Да, в законном формате. Не нарушая действующее законодательство, чтобы нас, конечно, не обвинили провокациях и так далее и тому подобное. Хотя, вот, мы прекрасно понимаем, как у нас трактуется некоторое положение закона. Мы это видим. К сожалению, информация поступила только что, что задержаны несколько человек, которые планировали принять участие в сегодняшнем митинге. Вчера был задержан Евгений Меркист, сегодня задержан Виктор Рубцов, Андрей Макаров. Надеемся, что руки фамилии называть никому не придется. Поэтому я предлагаю сразу заявить о том, что эти люди от имени нашего митинга заявить требование об освобождении всех незаконно задержанных в связи в сегодняшнем митинге и в связи со всеми акциями протеста против секрета номер 3. Это первое. А второе, я хочу напомнить в сегодняшний день международной солидарности трудящихся. И к нам накануне митинга поступила просьба от международных профсоюзов принять резолюцию в защиту рабочих, рабочих далекой-далекой от нас Индии, где встреча намного хуже, чем у нас, где 13 активистов профсоюзов движения приговорили к смертной казни ни к суткам, ни к штрафам от смертной казни по фальсифицированному обвинению в гибели офессора полиции. Я хочу напомнить историю праздника 1 мая, его отмечают за 130 лет в память рабочих анархистов из Чикаго, которых тоже по фальсифицированному обвинению приговорили к смерти. И в память об этом, в память и в защиту вот этих индийских сгрузящихся принять изолитую быть поддержкой. Прошу вас поддержать. за что? Спасибо. Спасибо. Волитарность это наша сила. Только вместе мы сможем оставить наши права. Пока мы едины, мы непобедимы. Пока мы едины, мы непобедимы. пока мы едины, мы непобедимы. Спасибо. А теперь я хочу передать слово другим выступающим. И обязательно, обязательно постараемся. Следующим будет говорить у нас пожелающий следующий Владимир Евгеньевич Панкратов, председатель областной организации Белорусской партии «Ерус» «Праведируем мир». Доварищи, мне сегодня тоже поздравляют праздник, пожелать здоровья, долгих жизни, счастья, успехов. Но, к сожалению, сделать этого нельзя. Нас познакомим сегодня всем, что не такой сегодня праздник всей труда, а день солидарности рабочим за свои права. И сегодня мы, как сто лет слишком назад, мы должны бороться за свои права. За право на труд. За право достойного оплату этого труда. за демократию, за свободу. В конце концов, за право на наши права. Сегодня, в этот день, это еще раз подтверждает все собравшиеся их, маловато конечно. Но что делать, если власть продолжает заплевать народу? И вместо того, чтобы искать диалог, какой-то компромисс, власть хватает и прячет, и нас наказывает. 100 лет назад тоже хватали и тоже прятали. И тут понеслось! Субтитры создавал DimaTorzok Полыхает там Вогнища до неба Пьютьяны вино, Заят дают хлебом. Песни им пьют старые цыганки, Пьють копытом пьют, А в небе маланки. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова